Действительно, до программы ТОП-спорт осталось 15 минут. Оставайтесь на волнах Спорт.ФМ. У Алексея Золина сегодня сверхинтересная тема. Продолжится футбольная тематика. Обсуждаем будущее Курбана Бердыева. Действительно, во многих СМИ сегодня появилась информация о том, что Курбан Бердыев уже официально покидает Ростов. Потом пошли опровержения. В общем, мнение сторон, разные точки зрения, разные взгляды на развитие ситуации. Все это в программе ТОП-спорта Алексея Золина. Это и хоккейная тема. Мы уже потихоньку готовимся к Кубку мира по хоккею. Это такое серьезное мероприятие, которое в сентябре пройдет. И вот вечный спор, что же более статусно. Чемпионат мира или Кубок мира по хоккею в этом году. Так что оставайтесь на волнах Спорт.ФМ. Ну а для тех, кто в эти, на минувшей неделе, скажем так, заглянул на Кубок мира по пляжному волейболу. Прекрасное событие, которое проходило в столице, в центре пляжных видов спорта. Для вас еще один час целиком. Директор московского этапа Большого шлема по пляжному волейболу. Представитель комиссии Международной федерации волейбола по пляжному волейболу. Илья Володарский. В гостях у Алексея Золина. Будет круто. Оставайтесь на волнах Спорт.ФМ. Покажем. И еще несколько минут беседуем мы с Александром Бубновым. Я Дмитрий Дерунец. Программа 100% футбола. Календарь, напомню, оставили без изменений. Сегодня было общее собрание клубов российского футбольного премьер-лиги. Завтра исполком российского футбольного союза я вот так вот, знаете, с трепетом ждал, что утвердят даты и начинаю уже себя перепроверять. А не будет паники? Как в минувшем сезоне. Думаю, когда же мы начинаем? Кубок конфедерации. Случайно не залезли у нас кубок России, допустим, финал кубок России на первый матч кубок конфедерации? Нет, не залез. Напоминаем, 17 июня начинаем кубок конфедерации и по проекту календаря, по крайней мере, можно уже об этом говорить. Заключительный тур будет проведен 21 мая на финал кубка страны 28 мая. Так что серьезное время для подготовки к кубку конфедерации у российской сборной будет. Александр Викторович, такой вопрос еще по Зениту, Мир Челуческу. Зенит возглавил вот это вот назначение. Как вы к нему отнесетесь? Меня смущает только возраст. С точки зрения квалификации, опыта, знания языка, умения. Я думаю, русский язык знает тоже и работал на постсоветском пространстве. Умение работать с легионерами, больше того, он может с собой привести качественных легионеров в команду. И, во всяком случае, кто его знает, и Тимащук, который, ну, непосредственно соприкасались с ним, и Селезнев, и все в один голос говорят, что это хороший. Да не, ну, хороший специалист, конечно. Я с ним беседовал как-то еще, что вам, лет 8 назад мы с Нобелем тогда с ним, как с главным тренером Данинского Шахтера общались. Конечно, и прекрасный человек, отличный, и специалист крепкий. Больше того, ему же приходилось с «Зенитом» играть. Ему приходилось с «Зенитом» играть, когда с «Полити» работал. Поэтому он имеет представление, что такое «Зенит». Честно говоря, Бердыева надо в сборную. Пишут нам, какие шансы у Локомотива, чтобы Бердыев стал тренером. Локомотив не фаворит в борьбе за Бердыева, если сказать вот так вот коротко. За что так с Оленчевым? Задачу выполнил, игра налаживает, с составом разобрался. Да, я тоже такого мнения был, что если задача выполнена, то должны дать возможность работать. Но вот видишь, ситуация складывается так, что вполне возможно, что Совет Директоров думает по-другому. Ну, естественно, все вот тоже наши болельщики восхищены игрой Гаррета Бейла и спрашивают, какими вы видите все-таки фланги и кто должен держать Гаррета Бейла в игре «Россия Уэльс»? Ну, я еще раз говорю, что персонально у нас нет защитников крайних, во всяком случае, которые это сумеют сделать, если вопрос идет о том, что придется с краю держать. Но я думаю, Бейл не только с фланга будет играть, он немножко по-другому играет. Он меняется с фланга на фланг, он по-другому, да, в сборной Уэльса играет, тем более. Поэтому, я думаю, его будут зонно перекрывать и обязательно нужно с подсоховкой и очень внимательно в контратаках. Ну, вот не секрет, да, и вы говорите, что мы не играем на тех скоростях, которых играет в финал Лиги Чемпионов и Англия, молодая команда. Скорости-то нам хватит, вот как делать, как нам компенсировать отсутствие скоростей? Ну, а как? Здесь уже ничего не сделаешь. Если скорости не хватает, это приходится компенсировать тактикой, тактическими построениями. Ну, ты знаешь, я вот англичан смотрел с Турцией, смотрел, вот, и, ну, правда, там они, знаешь, не в своем оптимальном составе играли, но нельзя сказать, чтобы они там их легко взяли. Вот эта связка Варди Кейна, да, она действительно очень хорошая. Ну, она прям очень свежая при этом еще, никакого опыта у них игры вместе нет. Пока Смородскую не выгонят, у Лока ничего не выйдет, пишет нам Василий из Челябинска. Михаил Новосибирск, не будем забывать и про Копа Америка, старт 3 июня, естественно. В эфирах 100% футбола, конечно, мы будем говорить о Копа Америка. Подскажите, кто выигрывал сколько раз Лигу Чемпионов топ-5 первых команд? Ну, специально для вас, Реал Мадрид, недосягаем 11 трофеев. Трофеев Милан 7 побед, Бавария, Барселона и Ливерпуль по 5 побед. Вот, как вы и просили, это топ-5 команд, выигрывавших Кубок Чемпионов. Здравствуйте, Дмитрий Александрович, как вы думаете, хитрый Курбан всех обведет вокруг пальца, выберет такое продолжение карьеры, что ни одно СМИ такого не могли предложить? Ну, всякое может быть. Но бы он сказал, что он выберет для себя лучшего. Конечно. И вот, Павел, вопрос по Луческу, а как вы думаете, умеет ли он работать с готовыми звездами, типа Халка, как он развивает бразильцев, мы знаем. Я думаю, вот, а звезды, они везде, в принципе, звезды по своему поведению, по своей ментальности, они не таковые, и у него большой опыт работы с Халком, я думаю, с Халком у него проблем не будет. Тем более, Халк, для Халка, по-моему, самое главное, чтобы его ставили в состав и не трогали. Он хочет играть и отдается себя полностью. Это то, что нужно для тренера. Другое дело, как перестроить игру, если он ее будет перестраивать вместе с Халком. Но если он приведет бразильцев с собой, а есть такое мнение, что он может бразильцев хороших привести, то тем более там проблем с Халком. Да, то Халку будет легче. Мы прощаемся с вами, я до завтра, Александр Ильич Бубнов, до следующего понедельника. Следующий понедельник уже предметно поговорим о матчах сборной России. Это 100% футбол, оставайтесь с нами прямо сейчас, интереснейший топ-спорт.